Есть ли разница между коммунизмом и социализмом? Да, конечно, есть разница с точки зрения марксистской теории. Социализм это как бы начальная стадия коммунизма. То есть коммунизм это уже развитие социалистической парадигмы. То есть социализм это когда происходит обобществление собственности на средства производства и восстанавливается такое вот демократическое правительство. Причем это именно социалистическая демократия. То есть это не демократия в рамках капиталистического общества. И собственно государство уже утрачивает свои функции, потому что власть переходит непосредственно к советам рабочих депутатов. В теории по крайней мере это все так выглядит. И таким образом создаются предпосылки для реализации уже коммунистической утопии. Поэтому тут определенные есть градации во-первых. Ну и плюс такой момент, что социалистические вот эти теоретизирования, они ведь возможны не только в рамках марксистской философии. То есть у разных авторов у них был свой собственный взгляд на то, как будет выглядеть социализм. То есть национал-социалисты, например, какие-нибудь это же тоже разновидность социалистической теории. Они хотели свой собственный социализм построить. Не говоря уже о тех, кто были предшественниками Маркса. То есть там Моисей Гесс, Сен-Симон, Ора, Фурье. Это же все тоже социалисты. Социалисты-утописты. Но у них вот был свой социализм определенный со своими чертами. Вот. Там, как правило, элементы какого-то патриархального общества традиционного, они были встроены в рамки социалистической теории. То есть вообще вот эти вот социалистические чаяния, они имеют достаточно богатую и древнюю историю в контексте европейской мысли. То есть было и Кампанелло со своим городом солнцем, и Томас Морс со своей утопией, и Джон Бойл, и Мюнсеровская коммуна, апостольские братья. То есть, как правило, вот этот традиционный социализм, он увязывался именно с евангельскими этическими нормами. То есть с тем, что Христос говорил в рамках Нагорной проповеди. И только потом, постепенно, социализм, теория социализма, она очищается от вот этих вот элементов патриархального уклада или каких-то моментов религиозных. И вот в итоге, собственно, теория становится более такой обтекаемой с позиции, что политэкономии отводится в ведущая роль именно в рамках социалистической теории. Это уже только в трудах Маркса можно найти, да, потому что даже у Моисея Гесса, который был предшественником Маркса, и у которого Маркс сплагиатил большую часть идей, потому что Моисея Гесса – это дедушка немецкого социализма, и Маркс, он, работая редактором в Рейнской газете, он просто имел доступ к статьям Моисея Гесса и, собственно, развил специфические эти идеи. Но даже у Моисея Гесса этот социализм, он все-таки остается религиозным, да, то есть он базируется на каких-то вот принципах, которые характерны для ветхозаветного общества судей. И, то есть, социализм Маркса – это социализм светский сугубо, и это социалистическая теория, в рамках которой основная и ведущая роль отводится именно политэкономии и экономике в целом, экономической составляющей общества, а не апелляции каким-то духовным авторитетам, так скажем, да, то есть то, что мы можем найти вот у Мора, у Кампанеллы, там, и так далее. Вот, но опять-таки, взгляд на социализм, который характерен для Маркса, это не единственный возможный взгляд на социализм, да, потому что очень многие деятели и 20 века, и 19, они претендовали на то, что тоже являются социалистами, хотя они не были марксистами, да, то есть они не марксистский социализм хотели строить, а вот какой-то другой. Почему? Потому что социализм в широком смысле это любой позитивный проект преобразования общества, да, то есть как бы вот есть какое-то, допустим, общество, там, государство абсолютистское, да, или там недостаточно демократическое, или какая-то буржуазная республика, а мы вот хотим, мы имеем намерение это общество как-то преобразовать, да, то есть мы имеем некий проект позитивных изменений. И вот в широком смысле это и есть социализм, то есть безотносительно к тому в нюансах, какое общество ты хочешь построить, но если ты имеешь некий позитивный проект общества будущего, да, то есть проект комплексных реформ, то, собственно, там, по крайней мере в девятнадцатом веке тебя в любом случае называли социалистом, да, потому что ты вот хочешь как-то на фундаментальном уровне изменить тот общественный уклад, который вот уже существует, скажем так. Вот, поэтому, собственно, марксистская традиция, да, это не единственный возможный вариант развития социалистической теории как таковой.